Честно сказать, я точно понял из каламу фукха, что это не является желательным действием. Это отчего происходит? Из-за того, что они не знают просто. Мы не довели до них это. Это с нашей стороны таксир, не то что они плохие. А если там будет одна пуля, например, или там дробь, то есть маленькие шарики металлические, они попадают в тело и этим убивают хайвана, то какой хукм дать? Господь это сделает, если Бог в ней вернет. Продолжение следует... Я знаю, что это. Так, я говорю, что Абдулла, имя Мактум жениру, что вы не встали. Я говорю, что это не встали, что это не встали, а встали от сражений. И не встали. Это не только в том, что в нашем корее. Они должны быть вращенными, а вы не должны. Я не знаю, как ты? Брат спрашивает насчет джума, насчет джаназа-намаз во время каждой джума. Пятничный день, как обычно люди собираются, у нас делают саляту джаназа. Мы должны сказать, что саляту джаназа мы знаем, когда мошро, когда перед нами умерший человек. И в этом случае для нас является фардул кифа и сделать саляту джаназа. Также саляту джаназа делается, если у нас какой-то человек вдалеке умер. Для нас важный человек, за которого можно сделать саляту джаназа. Тоже мошро, но повторять саляту джаназа каждую пятницу или повторять после каждой вечерней молитвы. Некоторые шафиитские фукаи говорят, что желательно совершать в пятницу саляту джаназа за умерших мусульман, за кого можно нам саляту джаназу сделать, потому что это время, когда собирается очень много мусульман. Они говорят, что саляту джаназа по сути это шафа, шафа с нашей стороны. Мы просим Аллаха, чтобы он простил этих умерших людей, чтобы он простил им грехи и так далее. Саляту джаназа это есть шафа с нашей стороны для этого умершего человека. И они говорят, что это время, время пятничной молитвы, время, когда собирается много людей. И такие моменты нужно использовать для этого. Но при этом, при том, что некоторые фукаи так сказали, другие говорят, что это не является сунной. Не является сунной. И повторять, как бы, ада, что-то привносить во время саляту джума, чтобы мы все время это делали. При том, что часто бывает, что мы не разбираем, этот человек умерший является гаеб, на самом деле, за которого можно. Или тот человек, этот человек не является гаебом, он умер в нашем же городе. За ним уже сколько-то раз сделали саляту джаназа. И это бывает, что повторяется в разных мечетях. Чтобы сделать саляту джаназа, этот человек должен быть гаеб. Этот человек не должен быть с нашего места, с нашего баляда. Он должен быть из другого места. А тот человек, который в нашем городе умер, за него мы не делаем саляту джаназа. За него мы должны сделать салату джаназати аль-хадр. И при этом алимы говорят, что это не является сунной. Это не передается от пророка, саламу. И, конечно, там могут быть разные взгляды, но я думаю, честно сказать, я то, что понял из каламу аль-фукха, что это не является желательным действием. И часто бывает, что вот такие действия, когда повторяются, аламам кажется, что это является сунной, которой нужно строго придерживаться. И, конечно, у нас очень много других сунна, которые люди оставляют из-за того, что вот такие какие-то действия, которые не являются сунной, они преобладают. Например, у нас очень так заметно бывает яума-ль-джума. Мы знаем, что в яума-ль-джума есть саа мустаджаба, когда дуа принимается. И много алимов, которые говорят, что это когда имам садится, когда хатиб садится между двумя хутбами. И, как мы замечаем, только али-ль-ильм знают, что этот момент нужно использовать для дуа. А аламы этим не пользуются, этим моментом. Никто из них не просит, никто не обращается к Аллаху. Там у нас один муазин, он говорит «раббана ла тузих кулубана», а другие не аминны, говорят, не смысла, не понимают, просто сидят и молчат. А у каждого человека есть, что он может, что он хочет попросить у Аллаха. Каждый же что-то имеет, что хочет попросить у Аллаха. И вот такие моменты у нас упускаются. Конечно, это лично мое мнение. Лично мое мнение. Кто-то может по-другому этот вопрос понимать. Я понимаю, что это лучше было поставить. Нет. Насколько я понял, почему у нас так повелось? Это из-за того, что у нас во время Советского Союза не было Аллаху. Люди были полностью джаэлями. И вот у нас, чтобы этот момент просто так не проходил, что с файдой проходил, там знающий человек говорил, я буду делать дуа, так как вы совсем джаэли, у вас знаний нет даже для того, чтобы сделать дуа. Один человек громко говорил что-то, и другие говорили амин. И это считалось как общая коллективная дуа. Я думаю, вот с тех пор это вот так повелось и осталось у нас. А так на самом деле маршрут, чтобы каждый человек сам обратился к Аллаху. У каждого человека же своя просьба отдельная. Вот чтобы он обратился со своей просьбой к Аллаху. Это является матлаба. А фука они говорят, то что я видел, я читал в книгах, там не было, чтобы таким образом это делалось. если человеку авторитетный не нужно на него ссылаться. Ну я на себя не надеюсь, я не буду надеяться. Человек передал ваху, может. в каком смысле ссылаться, чтобы этот авторитетный человек дуа сделал и нет, мы это не запрещаем. Я не в том плане, что это нужно запретить, что это является харам. Я в том плане, что для нас самое лучшее всегда нужно себе выбирать. Самое лучшее что? что? Чтобы каждый человек попросил то, что у него на душе. У кого-то больной родственник, у кого-то там долги, у кого-то что-то и каждый человек должен просить, что у него на душе. Потому что Аллах принимает какой дуа? Такой дуа, которую человек с ихлясом просит. А не так, что у нас, как бывает, один человек дуа делает, другие развлекаются, кто-то чешется, что-то другое делает. Это же не дуа, Аллах же любит, когда с ихлясом человек просит. Я говорю, что смысл теряется этого. Сколько человек видели, которые во время это все принимает, осмыслил то, что говорит Муазин и просит Аллах, я не думаю, что 1% это делает. И поэтому это остается, что это теряет свой смысл. А как тогда решить вопрос? Я думаю, нужно решить вопрос, что нужно сказать людям. Нам, Ахлюл-Ильм, нужно донести до людей, что этот момент нужно использовать для дуа. Каждый человек должен использовать для дуа. Это отчего происходит? Из-за того, что они не знают просто. Мы не довели до них это. Это с нашей стороны таксир. Не то, что они плохие. Мы сказали бы им, что вы занялись дуа в этот момент, и они это сделают. Это просто из-за того, что у них джагль. Второй вопрос. Есть человек, за которого джагль назад намаз делают 15-15 раз. Это человек точно имам должен знать его? Или как? Человек по имени достаточно, чтобы знал. Например, человек делает за тех умерших братьев в странах, и в Китае. Так может человек делать? Ну, что можно за всех умерших мусульман сделать можно там то, что в фукае пишут. Некоторые говорят, что можно говорить за всех мусульман, умерших в разных местах планеты, чтобы мы сделали джаназа намаза. Там не муайян должен быть за Ибн Амр. Конечно, во все времена вааза, которые получали люди, это было то, что делалось на мимбар. Это всегда на мимбаре делалось вааза. Просто у нас, у Аджамов, особенно в шафийцком мазхабе, есть определенные условия, которые нужно на арабском выполнить на мимбаре. Человек должен хам, салат и другие остальные арканы на арабском произнести. И получается, что желательным является таксир-л-хутба. Сунна таксир-л-хутба тивататули салат-л-джума. И если у нас получается так, что нужно укоротить хутба, и есть там определенные слова, которые только на арабском нужно говорить, получается, что имам, у него нету достаточного времени донести до людей то, что он хочет сказать. Вот один раз за неделю у него единственный день, когда мусульмане собираются, и он хочет использовать максимально. До них там много информации донести, потому что это единственный день, когда они в мечеть приходят. И наши поэтому делают сначала вааза, там внизу, как он хочет, на своем языке, и потом эти арканы пересказывают, как есть на арабском. Ну, конечно, чтобы это все делалось на мимбаре. И, конечно, можно как вариант, то, что в некоторых мечетях тоже делается у нас, чтобы арканы, имам начал на арабском, то, что обязательно нужно сказать, скажешь на арабском, потом переходит на свой язык. И делает, как есть вааза. Потому что ты входишь в мечеть, имам начинает делать вааза, когда? Когда там было 10% только джамата. Эти одни и те же старики, которые в первом ряду сидят, ты им начинаешь говорить вааза, и потом к половине твоего вааза начинаются там скопляться люди, и к концу, когда ты все уже нужно высказал, тогда уже заполняется мечеть. Вот так бывает у нас обычно. Если так бы вариант у нас, конечно, чтобы так перевести, но это вопрос, который решают имамы мечети, конечно. Им виднее, они то, что сделают, конечно, так и будет. Мы просто как говорим, что фикиян можно вот так тоже вариант. И, наверное, к этому все придет в дальнейшем, потому что уже это делается в мечетях. Так, прочитаем хадисы. На ищу сегодня прочитаю так, особенно не буду вдаваться в шарх. Главное, чтобы дочитали. бисм الله бисм الله الرحمن الرحيم бاب النазр عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال Фомерني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب Назرت أن تمشي حافية تمشي على قدميها لا تركب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لتمشي ولتركب لأن الله لا يريد مننا أن نعذب أنفسنا بالمشي حفاة بل المطلوب أن يذهب إلى المكان الذي نازرت ذهاب إليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن خلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Амсик عليك بعض مالك فهو خير لك В этом случае, когда он был виноват в Каабе и Бен Малик и его виноват в Газу Табуке, когда он был виноват в Табуке, которые не были виноваты, он был виноват в Газу Табуке. В этом случае, когда он был виноват в Газу Табуке, он был виноват в Газу Табуке и был виноват в Табуке. Субтитры создавал DimaTorzok فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبات خصم أي أصوات خصوم بباب حجرته فخرج إليهم فقال فقال ألا إنما أنا بشر مثلكم وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يزرها في هذا الحديث أن الحاكم يحكم حسب ما لديه من الأدلة الظاهرة فالحاكم يحكم حسب ما يظهر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعل بعضكم أن يكون أفصح من بعض فالفصيح فالذي هو أبلغ قد يظهر أنه هو المحق فيحكم الحاكم حسب ما يظهر له ولكن ليعلم أنه لا يغير حكم الله في الباطن حكم الحاكم حسب الظاهر هو الذي طلب منه الشرع ولكن الإنسان إذا كان يعرف أنه مبطل فهذا لا يحل له حراما الإنسان مثلا يعرف أنه طلق زوجته رفع أمره إلى القاضي فالقاضي حكم على أنه لم يقع الطلاق بناء على أنه ليست هناك بيّن فقال أحكم بعدم وقوع الطلاق ولكنه عارف أنه طلق هل يحل له أن يمسك زوجته باطنا طبعا لا يحل يحرم عليه الإنسان غصب من غيره مالا مثلا غصب أرضه فجعل ياده تحتها فوق هذه الأرض على هذه الأرض فرفع أمره إلى القاضي فأثبت أن هذه الأرض له بحجة أن ياده عليها ولم يستطيع المدعي أن يثبت شيئا عليه فحكم الحاكم حسب ما ظهر له من الأدلة هذا لا يحل له هذا الحرام باطنا فحكم الحاكم لا يغير شيئا في الباطن عن أبد الرحمن ابن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين سنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين سنين وهو غضبان وفي رواية لا يقضين حكم بين سنين وهو غضبان لما لا يحكم وهو غضبان لأن الغضب قد يشوش الفكر والقاضي يحتاج إلى تفكر وتروي وتسبت في المسألة فلا يحكم في حالة تشوش الفكر ومثل الغضب مثلا الحر الشديد أو البرد الشديد الذي يزعجه وكذلك أن يكون مثلا يمسك البول أو الغائط أو الريح ونحو ذلك حتى ذكر بعض العلماء أن القاضي إذا كان لابسا حزاء ضيقا لا يحكم في هذه الحالة لأنه لا يكون مرتاح والمطلوب ارتياح البال عند الحكم وفي رواية لا يقضين حكم بين سنين وهو غضبان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا كرر هذه الجملة ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت قال الصحابة ليته سكت لأنه عندما ذكر هذه الجملة الأخيرة وكررها تغير حاله تغير حاله فأشفق عليه إنه مثلا إن فعل وتحمس لهذه الجملة فإشفاقا ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليت النبي صلى الله عليه وسلم يريح نفسه ويسكت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه هذه قاعدة من قواعد القضاء في الإسلام أن اليمين على المدعى عليه وهو المنكر والبينة على المدعى إذا كنت تدعي شيئا فعليك بالبينة أما المدعى عليه فإذا لم تكن عندك بينة فيكفيه اليمين نعم كتاب الأطعمة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب في هذا الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات من الورع ترك الشبهات لأن عندنا أشياء مثلا من المطعمات أشياء حلال قطعا مثل اللبن والعسل والماء والخبز وهناك ما هو حرام قطعا كالخنزير والميتة والخمر ونحو ذلك وهناك أمور مشتبهة قد يكون العلماء اختلفوا في شيء من الأشياء هل هو حرام أو لا فالأولى والورع تركه قد يكون العلماء اختلفوا في حكم شيء فنتركه قد يكون هناك حديث ضعيف ورد بتحريم شيء ولم يثبت الحديث فمن الورع والاحتياط ترك ذلك نعم كل شيء يوقع في قلبنا ريبة وشكا في الحل نتركه لله تعالى وكذلك من الورع ترك الإكسار من الطيبات ومن المباحات كما قال السلف كنا نترك كثيرا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام تمام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران أنفجنا يعني أسرنا أنفجنا يعني فنفر الأرنب فسأل قوم فلغبوا أي تعبوا لم يستطيعوا أن يدركوا الأرنب وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فزبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواركها أو فخزها فقبله ولغبوا أي إذا أعيو أي تعبوا في هذا الحديث دليل على حل لحم الأرنب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحن بالمدينة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأزن في لحم الخيل ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونعى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكفأوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة كانت ميمونة خالة لخالد ابن الوليد أخت أم خالد فأتي بضب محنوز أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لم يعرف ما هو فقال بعض النسوة التي في بيت Маймуната. Экбиру Расулу Аллаху саламу Аллаху саламу. Бима ериду أن يакул. Лам, якун в моем буна, якун. Факулту. Такулу. Во докуне, расулу Аллаху. Фарасулу Аллаху саламу кайдай. Факулту. Такулу Маймунату. Ахраму. Увы. Ярисул Аллахи. Калала. Ла. Волакинннху. Лам �� ю кунб. Биарзи кавми. Фаажеду ние А'аафу. Калал. Калалил. Субтитры делал DimaTorzok 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 «Фما يصلح لي؟» Субтитры делал DimaTorzok «Фما يصلح لي؟» 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 «فما يصلح لي؟» «ززنة جاءة بجائريم» «من المهمة في البديوناتك» «مثلح لي؟» «بطوح لي؟» «Фما يمكنني أن يصبح لديكوا كذلك» «فما يصلح لي؟» «بطوح يصلح لي؟» «فما يصدح لي؟» «مثلح هذه الأعضاء في البديدة» «بطوح يمكنك أن تكون لدينا أكبركة فش ...» «بطوح أنها لا يصدح هايونا». «بطوح أكبر مكبرناً جائعة في البديدة» чем стрела. И этот мана, который нам нужен, чтобы пролилась кровь, и чтобы там была рана, и чтобы не было удар сильный такой, чтобы ударом убил хайвана. Это все там есть в наших пулях. И поэтому поздние алимы, особенно среди ханафитов, среди малекитов, вы посмотрите, их нефет вы найдете, что это можно. Халяль. Они говорят, что халяль, можно охотиться этим ружьем. И даже один тунисский алим там написал хорошую книгу Фейхукм Саиды Бельбундук. Другой ханбалитский был шейх Абдул-Кадр Бадран. У него книга Фейхелли Саиды Бельбундук. Есть ханафитские алимы, которые написали книги, что можно делать Саид Бельбундук. Один из ханафитских алимов тоже издал фетву такую, хорошую фетву, что можно стрелять, то есть охотиться этим ружьем. И поэтому есть у нас такие фетвы от известных алимов. И большинство современников, конечно, говорят, почти все говорят, что можно. Я из шафильского мазаба просто накрыл не нашел из наших мутамат книг, даже мутахиру, что можно. Из шафильских я не нашел, когда искал этот вопрос. Из других мазабов есть. По-моему, Хашир Ибн Абедин тоже не разрешает. Хашир ибн Абедин. Они други, вот эти... Если, конечно, поля заточенная, одна пуля там залетает, и она заточенная, там, ну, острая, скажем, то однозначно должны сказать, что можно. Вот остается вопрос вот дроби. Вот эта дробь, которая заходит и убивает айвана. Вот насколько я, как бы, увидел, что большинство альмов разрешают современных. Современных имеется в виду поздних времен, которые после этого ружья давали фетву в этом вопросе. А если, конечно, это другой вопрос, если человек ранил хайвана из этого ружья, и когда он подошел там, он, например, сбил там, попал в крыло там птицы, сбил эту птицу, и когда подошел, она еще живая была, и хаят мустакира. Он зарезал однозначно по всем мазабам можно, там не может быть ихтимат. А те, кто разрешают, те, кто разрешают там охотиться из этого ружья, они говорят, если ты подошел и нашел хаят мустакира, ты обязан зарезать. Не дашь же ты ему умереть просто так. А если ты не успел, это то же самое, что попал стрелой, это халяль. Если не успел, и умер хайван. Сейчас, когда здоровые бочки режут, некоторые из России, в Дагестане, сейчас отрабатываются, многие люди могут бочку подать, они между рогами, есть специальная точка, и коротким ножом бьют, и что вырубаются. Дыхание пульсово тоже не было, она как бы вымерла, но она не умирает. Потом ее режут. Такое, только вот так. А вот последствия этого удара какие? Что она отключается. И потом встает через некоторое время? Нет, потому что они уже режут. Они, короче, что-то там в мозге у него что-то там нарушили, да, ударом? Паралич какой вызывает? Паралич, ну это можно сказать, это хаят мустакира. Вот то, что они говорят, хаят гайр мустакира, это что значит? Вот когда она в конвульсиях, вот как умирает хайван, она ногой бьет туда-сюда, у него нету, харак и ихтиярия не бывает у него. Харак и тель мазбых, то, что они называют. Вот это у нас, когда у хайвана нет харака хаят мустакира. А, например, хайвана сбила машина, и ты знаешь, что этот хайван умрет через пару часов, потому что там перелом открытый, там кровь течет, но хайван лежит спокойно, там не дергается, этого характера мозга нет, это хаят мустакира. Да, вот как парализован, например, это хаят мустакира считается. Если вот этим ударом они что-то там в мозге отключают, и этот хайван живой, он будет там жить, пока из-за нехватки пищи чего-то не умрет, это хаят мустакира считается. Насколько я понимаю, это хаят мустакира, и его можно резать. Если бык убежал, то, как говорится в некоторых хадисах про верблюда, что убежавший верблюд, у него можно чем попало, там стрелой попасть, чем бы ты ни попал, в любое место, если ты смог его убить, то можно его кушать. А если он не убежал, конечно, тот же самый хукму, там можно куда-то ударить, чтобы вырубить, чтобы отключился хайван. Если бык убежал, то, как бык убежал, его рейх, если попадет на это мясо... По шофейцкому, азам, нужно это мясо мыть. Семназо? Да, да, да. Но там маликиты, когда говорят, что кальб тагир, они именно этот хадис и приводят, что у нас же есть хадисы, где говорится, что можно человеку охотиться посредством собаки. И они говорят, как можно представить, что пророк, салам, разрешает охотиться собакой, и собака же как ловит хайвана. Она же не руками вот так обнимает его, она же вот одно место там укусит и держит его. И значит, получается, что пророк, салам, считал это чистым. Он же не говорит в хадисах, что после этого вы взяли бы этот хайван и помыли 7 раз вместе с турабом. Но наши, говорят, отвечают там, это просто не упоминается, это не значит, что это не нужно делать. Сукуту ннаби, салам, ла я ани шайан. Наши отвечают, что это просто не упоминается в хадисах. В других хадисах говорится, что кальб наджис. И мы вот это мнение считаем правильным. Паша видит, как мазаб он нужна, всем разумеет. Наем. Паша видит, как мазаб он не упоминается в хадисах. Мазаб он не упоминается в хадисах. 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 Бабу Аллахи عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرمين زبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحها يعني على جوانب عنقها قال رضي الله عنه الأملح الأغضر وهو الذي فيه سواد وبياض كتاب الأشربة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس فإنه نازل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب وهي من خمسة يعني في زمن عمر كان الخمر يصنع من خمسة أشياء والخمر يطلق في الشرع على كل ما خامر العقل أي كل ما ساتر العقل وأسكر الإنسان وإن اختلقت الأسماء فكله له حكم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر والخمر ما خامر العقل وسلاس وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا يقول عمر بتحريم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم هذه الأشياء وأن كل ما خامر العقل فله حكم الخمر يكون حراما ثم يقول عمر أنه يود لو أنه تأكد من حكم هذه الأشياء الثلاثة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمر كان من أعلم الصحابة مع ذلك لم يحيط بكل علم لا ما كان يحيط بكل شيء يسأل عنه فكانت هناك مسائل لم تزل مشكلة عنده وهي مسألة الجد أي مسألة الجد والإخوة وهي مسألة مشهورة في علم الفرائض تعلمون أن مسائل الفرائض ليس فيها خلاف كثير بين العلماء تقريبا كل مسائل الفرائض متفق عليها بين المذاهر إلا مسائل معدودة منها مسألة الجد والإخوة مسألة الجد والإخوة فكانت هذه المسألة ما زال فيها الإشكال عند عمر Ивы, 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 ивы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 «Вالروحة» يروحها العبد في سبيل الله. «Алروحة» ما يكون بعد الزوال. «Ав الغدوة» ما يكون من أول النهار إلى الزوال. «Вالروحة» يروحها العبد في سبيل الله. «Ав الغدوة» خير من الدنيا وما عليها. В этом хадисе есть фضл «ребат» в сبيل الله. «Ребат» هو أن يكون الإنسان ملازماً لثغر من ثغور المسلمين. «يعني يكون ملازماً لحدود المسلمين ليدفع الشر عن المسلمين». «يعني هذا حماية حدود المسلمين». «فكان الناس يذهبون إلى الحدود يحمون المسلمين عن أعدائهم». «وإذا في أوقات الفراغ كانوا يتجمعون في أماكن مخصوصة للعبادة فيتعبدون الله تعالى وأحياناً يقرؤون العلم». «وكان يذهب من العلماء والمحدثين جماعات إلى الربط إلى الرباط عند الثغور ليقرأوا لهم الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إنتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله». «فهو علي ضام أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة». «ولمسلم مثل المجاهد في سبيله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة». «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى». «اللون لون الدم والريح ريح المسك المكلوم المجروح والكلم هو الجرح». «عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت أخرجه مسلم». «ويقولون هذا الحديث متواتر». «عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أخرجه البخاري». 15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Это хадис Кудси. Значит, الحامل له على السفر ما هو الحج والتجارة معا يقول العلماء في هذه الحالة ينقص من أجره بقدر هذا الأمر الدنيوي إذا كان نصفا فنقص من أجره نصف مكان يعطيه الله تعالى لحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المجاهدين إن غانموا تعجلوا سلسي أجرهم إن غانموا تعجلوا سلسي أجرهم وإلا أي إن لم يغنموا تم لهم أجرهم في الآخرة فالإنسان الذي ينوي مع العبادة أمرا دنيويا ليس بحرام ينقص من أجره بقدر هذا الأمر الدنيوي هذا ما قاله ابن حجر عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاحة فليس منا عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء الذي يقاتل شجاعة هو ليظهر أنه شجاع ليقال إن فلانا شجاع который يقاتل حمية هو الذي يقاتل حمية عن قومه أو عصبية مثلا قوم من الناس قد هجم على قومك فقاتلوا منهم أناسا فغضبت من أجل قومك وصارت عندك حمية وعصمية للدفاع عن قومك فالحامل لك على الجهاد ليس إعلاء كلمة الله إنما هو الحمية والدفاع عن قومك ويقاتل رياءا النوع الثالث هو الذي يقاتل رياءا من أجل أن يرأي الناس أنه مجاهد أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب جامع يكفي عن جميع هذه التفصيلات من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كتاب العق يعني يجعلون Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok